Что мы обычно делаем с прочитанной книгой? Ставим на полку и годами не вспоминаем о ней. Но зачем оставлять ее пылиться, если она может пригодиться кому-то еще? Всемирно известное движение по обеду книгами между читателями обретает свою популярность и в нашем городе. В чем главный принцип буккроссинга, выясняли наши корреспонденты. «Прочитал сам, передай другому», — гласит главный смысл буккроссинга. Суть его проста. Человек, прочитав книгу, оставляет ее в каком-нибудь общественном месте. Например, в библиотеке. Вашу книгу находит и читает другой человек. Таким образом, книга, а вместе с ней все те эмоции, что пережил читатель, путешествует по городу, стране, а то и миру. Такие специальные полки с книгами-путешественниками есть и в Славинской центральной городской библиотеке. Здесь можно бесплатно взять себе любое издание, оставив взамен книгу из своей домашней библиотеки. Многим людям хочется поделиться изданием книги, которая произвела на них глубокое впечатление, оставила след в душе. В 2015 году будет проводиться тематический буккроссинг «Из рук в руки, от сердца к сердцу. Читаем книги о войне». Читатель центральной городской библиотеки Владимир Зиновьев-Корчинский считает буккроссинг уникальной акцией – своего рода бесплатной мировой библиотекой. Место для обмена литературы кажется очень рациональным, чтобы было не просто, как говорится, где-то беспризорно, а именно в библиотеках. Книги выставлялись для свободного обмена, для знакомства, для лучшего и быстрого выбора. Тем более, что обычно, когда приходят клиенты в библиотеку, они часто не расходятся, а именно смотрят на литературу, сданную другими. Из этой, прежде всего, выбирают. А здесь вот именно, что в свободном доступе очень легко найти нужную литературу. Участвуйте в акции, и вы убедитесь, что буккроссинг – это очень интересно. Присоединяйтесь к Всемирному движению, распространяйте по миру свои любимые книги, и они обязательно найдут своего читателя. Надежда Неткачева, Георгий Калинин, программа «События». Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!